Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Это программа «Дневной разворот в Кирове». Мы продолжаем. Елена Овчинникова, Владимир Сметанин, ведущая. Приветствуем вас. С началом учебного года еще раз поздравляем. Всех, кто имеет непосредственное отношение к сегодняшней дате. Ну, как-то все имеем, так или иначе, по крайней мере. Ну, я смею предположить, что вы в школу-то заканчивали. Судя, да. Причем достаточно успешно. Достаточно успешно. То есть мы все имеем отношение к школе, я думаю, что. Да. Ну, хотя, в принципе, я вам уже говорил в начале того часа, как учительница, которая всю жизнь, я так думаю, что лет 30 она уже отработала с детьми, как она сказала, как выглядит вот в ее глазах поздравление учителей с началом нового учебного года. Валера это не слышал. Наш гость Валерий Алексеевич Рылов, представитель, ну, давайте я скажу, юрист, адвокат. Адвокат. Вот, чей представитель мы будем разбираться в процессе эфира. Вот, а Валерий Алексеевич, я напомню, что моя знакомая, старая учительница, сказала, что поздравлять нас с челями с первым сентября, это вроде как поздравить с началом пассивного сезона деревенскую лошадь. Вот, то есть каторжный труд имеется в виду. Надо пахать. Да, надо пахать. Давайте озвучим сначала наши координаты. 708-502. Это координаты? 8-502. Ширина, долгота. Это наш телефон. Так принято говорить. Телефон, да. 8-909-720-101-0. Номер для СМС. Аккаунт вызван 43. Можете писать и туда. И в этом части у нас есть опрос, размещенный на нашем сайте хакирова.ру и на нашей странице ВКонтакте. Вот сейчас озвучу этот опрос, и будет понятно, о чем мы будем говорить. Каким, по вашему мнению, будет итог по делу ДТП об октябре? Я загадываю. Гадание на кофейной гуще. Вот, да. Три варианта ответа. Эдуарда Игнатьяна признают виновным. Второй вариант. Виновными в ДТП признают и Игнатьяна, и Дмитрия Бронникова. Третий вариант. Всю вину в ДТП спишут на погибших. Вот такой опрос. Заходите, голосуйте. Ну, теперь уже становится отчасти понятно, почему сегодня наш гость Валерий Рылов. Но превалировать будет не тема ДТП в октябре. Мы начнем немножко с другой темы. Давайте мы вспомним о Марине Ногиной. И вспомним мы вот по какому поводу. У Марины Ногиной 6 сентября состоится суд, который примет решение, достойна ли осужденная женщина. Выйти на свободу по условно-досрочному освобождению. Давайте мы напомним, кто такая Марина Ногина и мнение большинства людей, которые считают, имеет ли Марина отношение к тому делу, за которое была осуждена. Валерий, напомните нам, пожалуйста, 21 января, два года назад, утро, перекресток улиц Милицейская и Карла Маркса. Да, только, по-моему, 20 января. 20 января, да. 20 января, да. 21 декабря, это другой случай. Вот, я считаю, что Марина, конечно, сидит ни за что. Она признана виновной за то, что якобы причинила смертельные травмы девочке, Алисе Суворовой, 20 января, утром в 7.40. Ну вот, сейчас она уже почти досиживает свой срок. Осталось 5 месяцев. Осталось 5 месяцев. Мы, конечно, все эти годы работали, много очень людей нам помогало. Ну что, приговор, как он был, так он и есть. Никто его не обменил, не изменил. Даже, наверное, никто в судейском сообществе его и под сомнение это не подставил. Два с половиной года. Вы знаете, если, вот, Валерий Алексеевич, понимаете, поставил ли кто-то в судейском сообществе приговор под сомнение или нет, я думаю, что нам неведомо. Потому что о том, со мной судьи не говорили, не обсуждали, хотя бывает, что я с людьми встречаюсь. Но все дело в том, что каждый из них в душе прекрасно понимает, что за приговор и кому он вынесен. Потому что, вот, что ж греха таить, неделю назад мы вместе с Валерием Алексеевичем были в том месте, где отбывает наказание осужденное, да, Нагина. Вот, а мы были с Мариной разговаривать, просидели очень долго. Вот, и вот все это дело, оно шилось уж такими прям белыми нитками, да, по-черному, что даже женщина, являющаяся биологической матерью погибшей девочки, все время говорили про бабушку, да, мы слышали только про бабушку. Мама как-то выпадала вот из общего плана, да, вот всех событий. Она реально существует. Вот, это молодая очень женщина, вот, не знаешь, насколько живо она интересовалась теми событиями, но все дело в том, что даже она не верила, была абсолютно уверена в невиновности Нагиной, мать умершего ребенка. Почему она не была признана потерпевшей? Почему? Потому что она категорически возражала против привлечения Магины, потому что она видела, мать видела, что там происходило, догадывалась, во всяком случае, и категорически отказывалась сотрудничать. Со следствием. Вот это вот потрясение, да, то есть бабушка, которая за то, что посадили Нагину, вдруг обзавелась очень неплохой квартиркой, да? Ну, это я не знаю, честно говоря, не знаю, пытались выяснить, но не выяснили. Вот, причем бабушка с дедушкой обратились в суд о взыскании, да? Некой суммы? Да, причем по-разному, дедушка обратился отдельно, бабушка отдельно, и суд удовлетворил их иски, по-моему, да, на разные суммы. Дедушка не так сильно мучился, как бабушка, бабушка намучилась тысяч на триста вроде, да? Там единственное, что они обращались к троллейбусному парку, я не знаю, как то именно, Вятка, по-моему, 4 называлась организация, и суд, конечно, все взыскал. Вот, ну что ж, давайте будем говорить о Марине. Ваши прогнозы с 6 числа выйдет человек на свободу или нет? Ну, я не знаю, вот как человек, я считаю, пора бы все-таки немножко-то взглянуть на себя со стороны, что ли, этим людям, которые принимают участие в деле вот этого посадка Марины Нагиной. Хотя бы немножко подумать о том, что 5 месяцев осталось преступления средней тяжести, по неосторожности. Ну, отпустите вы, в конце концов, человека. Ну, да, я как человек думаю, как юрист, я уверен, что, конечно, никто не отпустит. Вы сказали до начала эфира, что впервые в вашей практике будет, да, что решение это будет рассматриваться на территории. На территории колонии поселения? Да, да, да. Ну, у меня не такая большая практика по УДО непосредственно, там работают другие обычно адвокаты. Поэтому вот поедем в колонию, будем непосредственно на территории колонии, вероятно, ее боятся вывозить в суд, я не знаю. Может, у них нет взвода охраны для того, чтобы ее припроводить в суд. Не знаю. Валера, что-то на меня рукой показывает. Нет, не так. Меня припроводить. Нет. Какой же взвод? Кто? Что? Взрослая женщина, милая, улыбчивая, с очень легким, веселым характером. Она, наверное, поэтому с ума-то, собственно говоря, не сошла. Да, ведь ей было, вспомните, как вы рассказывали, ей было вначале так тяжело, что незаконно осудили человека, и она находится в местах лишения свободы. Что помните, вот рассказывали, да, вот приедем и с утра до позднего вечера сидели вместе с ней, потому что понимали, что она может сорваться. Она подорвала здоровье очень серьезно, у нее проблемы с давлением очень. В общем, да, вот, но все равно, я говорю, вот выжить, ей помогло, по-моему, чувство юмора, она такая вот, не знаю, как сейчас, но в детстве вот таких барышней зовут хохотушками. Вот палец покажи, и вот буду хохотать. Вот она, по-моему, такая была. Вот, а сейчас, что же бояться-то, у нее две девочки, две студентки, вот, и обязательно взвод автоматчиков. Ну, не знаю, почему вот они назначили, я не знаю, могли бы человек находиться в колонии, поселении. Кстати, вот о характере Марины, именно ведь ее характер, в общем-то, и не позволил ей согласиться это со следствием. Не, она упертая, вот, вы знаете, вот это вот... Изначально у нее была такая позиция, нет, и все. Ей предлагали в первый-второй день, пожалуйста, возьми ты на себя, мы... И все, никаких бутов, вот, она бы уже давно была на свободе, только скажи, что ты виновата. Да, вообще не было бы никакого наказания, не было бы вообще уголовного, давайте, ну, как они и говорили, давайте мы засунем девочку под заднее колесо, ты ничего не видела. Она говорит, да вы что? Даже так, даже в такой форме взять на себя смерть человека, она не смогла. Не, вы представляете, и это все проходило на ее глазах. Следствие, да, вот Валерий помнит, да, она рассказывала, она рассказывала, значит, как при ней обсуждали вопрос, кто будет виновным. Вот там очень, значит, вот один водитель, вот вообще он очень походил на... вот подходил и походил. Но его первые начали разрабатывать. Вот, да-да-да, что это он сбил ребенка, а потом сказали, не, у него трое детей, его так жалко, не, мы решили его не садить, вот, потому что у него трое детей. А Марину с двумя дочерьми не жалко. Ну, они, видимо, уже взрослые были, понимаете, я не знаю, я не знаю, каким местом думают, я не знаю, куда у людей в это время девается совесть, если она у них вообще, в принципе, была, да. То есть вот мне очень сложно об этом судить, как все это происходит, что за уровень цинизма, да, у людей, которые в присутствии человека, которого отправляют на нары, обсуждают вопрос, как, кто, почему, и вот почему она вот такая, почему ей так вот не свезло. Это чудовищно. Я не знаю, что я сделала, но вот она выдержала. Я говорю, ну, причем вот при такой упертости характера, да, это очень легкий, веселый человек. И мне еще, меня еще очень удивило то, ну, знаете, водитель троллейбуса, да, какой-то, не профессор, но это умнейшая женщина, во-первых. Во-вторых, она, я смотрю, она новости знает, она все, она настолько, она очень много читает, она очень много смотрит, ну, то есть все события, кстати, вот дело Игнатьяна, она знает едва ли не лучше, да, адвокатов, знает все. Но она потому что это знает изнутри. Да. Она знает эту же команду, которые абсолютно те же люди, которые работали по делу Игнатьяна, те же и работали по Магине. Просто здесь не стоят, наверное... А, то есть она даже предполагает, она даже знает ход мыслей людей, которые вот это дело по Игнатьяну ляпают. Очень смешно. Не, я не знаю, как, это было настолько тягостно, но сейчас вот она говорит, вот я задала вопрос, а она говорит, да, не отпустят, говорит, я в леготудо сижу, то есть уже вот нет вот этого, она уже это пережила. Вот, но это все равно, я не знаю, все время хочется сказать, Бог, ты видишь? Вот это вот. Валерий Алексеевич, там при принятии вот этого решения или непринятии об условно-застрочном освобождении, какие объективные факты будут рассматриваться в пятницу? Наличие нарушений. У нее есть нарушение, то, которое было вот ей в феврале за два дня до суда, значит, поставлено. И после, при наличии нарушений, наверное, остальные факторы уже не особо интересны. Ну, поощрения нет, Марина сказала, да. Поощрения нет, это одно нарушение, а нет поощрения. Ну, я напомню, да, это будет уже третья попытка УДО. Да, это третья. Вот, первые ее, раз не освободили, высказав претензии, что она не поет, не пляшет, находясь. Там не додумались они ей нарушения написать, и поэтому судья уже там, верхний, 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 журналистский, даром уставал, надо было что-то придумать, чтобы ее не отпустить. Ну, потому что действительно надо было. Вот, и, по-моему, даже колония была за то, чтобы ее отпустить, но там уже... Она же туда, по-моему, библиотеку свою привезла огромную, или что-то такое было. Ну, это было, нет, это было, по-моему, после. Ну, во всяком случае... Нет, нет, библиотека тогда уже была. Во всяком случае, колония была за то, чтобы ее отпустить. И вот тут уже судья, конечно... Марина рассказывала, как ходили на нее посмотреть, вот, когда шум-то поднялся, и ходили на нее посмотреть, что вот невинно осужденная, вот, вот. И она сама говорит, что относятся к ней никак к другим. То есть люди, которые вот уфсиновцы, относятся к ней по-другому. То есть все понимают, что сидит она незаконно. Вот. Невиновный человек. Второе было УДО. Но второй раз они все-таки подстраховались. Они за два дня до ухода дела в суд. Они сделали ей нарушение. Конечно, им это было за первый раз. Давайте я расскажу. А в чем там суть была? А я расскажу историю. Меня она очень интересовала, потому что были отголоски этой истории. Ну, у нее поднялось давление. Зашла проверка, и она лежала. Должна была стоять. Она лежала. Было очень высокое давление. Значит, а история имела начало. Ей стало плохо во время работы. Она отпросилась и пошла в медсанчасть. К медику пошла. И медсестра или фельдшер, кто там был, увидевший ее, она говорит, она меня увидела и выскочила, и по морозу, говорит, в одном халатике побежала в штаб и больше не вернулась. Я, говорит, ждала, ждала, ждала. Время вышло. Врач не приходит. Она пошла, легла. И проверка, значит, вот тут вот. Вот. Все и срослось. А поскольку лежишь, и как бы и замечание. И сразу же его на год, по-моему, и дали. Да? И время еще не прошло. Поэтому есть замечание, нет поочарений. Вот там, поэтому, да, гипотетически нет. Вот как юрист я считаю, что, конечно, никто не отпустит. Ну, как человек, я все-таки думаю, что все-таки что-то у них есть, там, может быть, ну, плюнули они на все эти нормы. Отпустили человека. Человек сидит по небольшой, по средней тяжести. Вы сейчас говорите об атовизмах совести? Ну, знаю, о чем я сейчас говорю. У нас есть СМС, давайте озвучу. Напомню, номер 8909-720-101-0. Это номер для СМС 708-502-прямой эфир. Спрашивает Сергеевич, будет ли Марина Нагина после зоны бороться за свое честное имя? Этот вопрос задает не только Сергеевич. Этот вопрос задают еще люди. Я написала об этом как раз перед тем, как перед вторым и до Марину Нагину навестили два сотрудника госбезопасности. Вот единственный вопрос, который ей задали, собственно говоря, был такой. Пойдет ли она до конца? И вот я буквально могу ее процитировать. Она сказала, я не поняла до какого конца, про какой конец вы говорите сейчас, да? Но то, что я виновной себя не признавала, не признаю, признать никогда не буду. Вот. Ну вот. И тут, значит, у нее случилось замечание. Этот вопрос ей задает администрация. Этот вопрос из-под воли задают практически все, кто находится сюда. Интересует всех. Даже тех, кого это не должно интересовать. Нет, а какие пути есть для того, чтобы свое честное имя восстановить? Можно я как бы за нее отвечу? Мы, конечно, будем добиваться все-таки отмены этого глупого, я считаю, приговора, абсолютно глупого, неквалифицированного, ужасного приговора. Мы будем добиваться его отмены. Какими путями? Ну, все есть у ПК. Будем писать жалобы, будем писать, 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 пока не завалим Верховный суд с жалобами до крыши. Будем писать. Я считаю, как в Верховном суде сейчас прямо содрогнулись от ужаса и сказали, после первой же бумажки мы все вам, да, все отменим. Не надо нас бумагой в это самое. Экономьте, пожалуйста. Вот. Ну, во-первых, дай вам Бог, конечно, удачи в борьбе, потому что все это не так просто, это время, и не знаю, почему многие люди остаются, вот, знаете, вот, обтекают всю жизнь, да, вот, их унизили, оскорбили. Почему? Потому что они, знаете, теряют надежду, понимают, что это бессмысленно. Вот. Это очень тяжело верить в то, что ты когда-то победишь рано или поздно. Вот. Люди, как правило, машут рукой. Дай вам силы. Ну, а все-таки, может, хочется помечтать. Вот в пятницу освободят Марину. Судья скажет, все, достойно условно-досрочного освобождения. Ничего не изменит, будем работать точно так же. Мы будем добиваться отмены именно приговора. Нет, ну, действительно, стоять, да стоять до конца. Уже встали, уже все, давайте уже не будем ни на колени, никуда. Не, молодец, женщина. Я представляю ужасающую судьбу, конечно. Конечно. Представляете, вот если ее отпустят, она же сейчас безработная будет. То есть по приговору... Ей нельзя работать по специальности. Да, ей нельзя работать по специальности. В течение трех лет она не имеет права садиться за руль, лишена она три года прав, и вот она отпудет наказание, и еще три года. Вот. А у нее возраст такой, что ей еще работать, собственно говоря, и работать ведь, да? Ну да, еще пенсии-то долго. Да, ей не через год, не через два на пенсию. Где-то ей придется искать работу, и дочки-студентки. Вот. Все будет очень непросто, поэтому как бы... Ну вот она сама не знает, что она, чем будет заниматься. Я задавала эти вопросы тоже. Вот. Валер, поэтому удачи мысленным рядом. Спасибо. В пятницу мы, конечно, сообщим, да, о том, что там будет происходить. Да. Вот. И теперь давайте перейдем к делу Эдуарда Игнатьяна, потому что сегодня тоже знаковые события. Знаковые события. Через час. Через час начнется прение, а это значит, что приговор может быть вынесен уже и на этой неделе. Ну я так думаю, что на этой неделе уже и будет. В завершающую стадию все вступает. Дойдем до логического конца, через год. Дойдем до логического конца нелогичного дела. И вот, Валерий Алексеевич, вы слышали, да, наш опрос, каким будет приговор, да, погадать на кофейный коч. Значит, Игнатьяна признает виновным. Виновным признает Игнатьяна и Бронникова. И виновным признает погибших, спишут все на покойных. Вот, как вы думаете, что будет? Потому что ведь было очень много событий. Помните, были выездные вот эти сессии, судья все-таки сходил. Были очень неожиданные вопросы и неожиданные ответы, прозвучавшие от эксперта. Вот по эксперту расскажите, пожалуйста. Собственно говоря, когда эксперты начали говорить, то в достаточной степени дело прояснилось. Что это было? Ну, дело в том, что Игнатьяна Типова известен нам был и ранее, еще по делу Марины он нам помогал. Ну да, это синие вот ведерки, да. Да, он член там бывшей, наверное, синих ведерок. Вот, здесь он выдвинул версию о том, что автомобиль потерпевших, вернее, как потерпевших, Бронникова и Колотова, стоял, находился, значит, у бордюра, лицом в театральной площади. И Игнатьян уже въезжал... Припаркованный. Да, 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 и въезжал уже в стоящий автомобиль. И, то есть, вот уровень травм, полученных покойным, да, говорит о том, что, скорее всего, машина ударила в человека и в автомобиль. То есть, у кого вот эти были... У Колотова, у пассажира. У Колотова, да, вот проблемы были, вот именно травмы, как будто автомобиль врезался в машину, ну вот, а он стоял, ремонтировал при открытом капоте, что-то там смотрел внутри, и в это время получил сзади удар. И травмы такие же, да, соответствуют. И вот по эксперту, давайте вернемся, что там. Ну вот, Игнатьян Николаевич, значит, Антипов выдвинул эту версию. Он указал также, что, вероятно, был капот открыт в это время, и действительно один из, значит, погибших Колотов находился спереди машины. Ну, как бы, скорее всего, конечно, суд эту версию не примет, на мой взгляд. Потому что есть некоторые детали, которые, как бы, не согласуются, либо не объяснены пока сегодняшним, значит, сегодня. Поэтому, скорее всего, суд останется на версии виновности обоих. Вот это мое мнение. Обоюдная вина. Нет, ну ведь, смотрите, вот я читала и много слышала. Все-таки, знаете, когда капот, ну, практически, ну, не лобовой удар, но боковой, да, удар, капот смялся бы определенным образом, и при этом пострадали бы вот петли, да, то есть это понятно. Вот история с ремнем, это же все говорит, что машина стояла, и, собственно говоря, вот эти неповрежденные петли у капота, да, что удара не было, потом было нанесено, то есть вот при открытом капоте, да, то есть картинка-то выглядит именно так. Ведь это нельзя не понять, ведь это нельзя не признать. Нет, Лена, я на 100% все-таки, я не уверен на 100%. Вот в этих доводах я не уверен. Есть некоторые вещи, которые не согласуются. Надо было нам все-таки дорабатывать эту версию. Мы не доработали, так не дотянули. Не додавили, что ли? Нет, все дело в том, что, Валерий Крисович, у меня вопрос. Вы не дотянули это не потому, что ведь не хотели, а потому, что вам не дали дотянуть. Я правильно понимаю ситуацию? Или уже в конце изменилась позиция? Нет, почему позиция у нас как была, так и осталась. Просто, в общем-то, это несколько не свойственно для адвоката работы. Это должен следователь делать. Это следователь должен делать. А все-таки были там заданы какие-то вопросы эксперту, собственно говоря, стороной обвиняемой. Да, вот адвокатом Игнатьяна был задан вопрос экспертом. И вот мы тогда созванивались и сказали, что, ну, вот вопрос был там, во-первых, сам вопрос был глупый. А ответ лишь подтверждал, что машина Игнатьяна летела там с безумной скоростью. Ну, это-то так, но давай, Лена, не будем говорить о том, что мы между собой говорим, потому что это мой коллега и у нас кодекс этики адвокатов. Нет, я нет. Это было вполне корректно. Я же не сказала, что кто-то там сглупил. А что бы прозвучал ответ эксперта, подтверждающий лишний раз? Ну да, эксперт подтвердил, во всяком случае, вот местный Кировский о том, что превышение скорости, вот эта скорость, выбранная Игнатьяном, явилась одной из причин ДТП. Если бы он двигался с разрешенной... Двигался бы нормально, и все бы было, ничего бы не было. Ну, мы, конечно, все-таки скорость у него была примерно, так все не считал, где-то около 140 метров в секунду. А, метров в секунду. А все пишут 140 километров в час. А если нет, метров в секунду перевести на километры в час, это сколько? Это примерно, давайте сейчас посчитаем, это примерно где-то 136, что ли, метров в секунду, вот так. Понятно. Вот и думаете, какая скорость у него была, и как могла развиваться ситуация. Она могла развиваться ситуацией не только по версии Антипова, она могла развиваться совершенно по-другому. Когда ребята могли тронуться, ну, я не знаю, конечно, это вот я даже не версию предлагаю. Нет, вот версия Антипова меня, собственно говоря, вот удовлетворила в какой части. Тогда мне стало понятно, каким образом и почему в тех местах оказались тела погибших. Потому что если иная версия, то простите, пожалуйста, как человек, мгновенно скончавшийся, да, вот, как он выбрался из машины, отошел на 7 метров и там улегся дальше умирать. Совершенно непонятно, то есть, да, нет типичной картины вылетания из лобового стекла. То есть, вот как обычно... С законом физики, да, и притяжение, как-то, противоречит все. Ну, понимаете, тут настолько все, ну, если бы мы работали, вот первые полчаса начали работать после ДТП, конечно, мы бы все установили. Но мы-то, мы подошли к материалам делать только в апреле. ДТП было в сентябре. В сентябре. И поэтому какие-то у нас, конечно, есть у нас упущения, но уж я думаю, что люди должны нас простить, потому что у нас не было абсолютно возможности. Давайте все-таки, что не мы подошли, а вас подпустили. Подпустили, да. Вас подпустили только в апреле посмотреть на картину, которую старательно смазывали с сентября месяца. Да, да. Я считаю, что вот, как мы говорили, обсуждали приговор Черкова и вынесли, вот кондуктору, да, вот, вы произнесли одну фразу. Вот здесь я бы сказала то же самое, понимаете. Делали все, чтобы вы вот до туда не дошли. Ну, конечно. Делалось все. Надо было это, в принципе, устанавливать следователю сразу все это. И эту версию надо было как минимум отрабатывать, проверить или, ну, отбросить, если проверены все варианты, да, вот, ну, как-то надо было поработать по ней. Никто же не работал. Вместо этого они занимались совсем другим делом. Ясно. Мы уйдем на небольшой перерыв. Да, пару минут с перерыв. Реклама прямо сейчас. И скоро вернемся. Итак, сегодня начинается прение по делу Игнатьяна. Валера, а что это значит? Ну, можно я скажу свое определение? Да, да, да. Это когда все много говорят, а толку уже никакого решения уже принято. Я уже в уме там что-то должен быть. Ну, принято. Каждый из сторон процесса, каждый участник процесса высказывает свое мнение о проведенном судебном следствии, о доказательствах, о том, какое должно быть наказание и так далее. Примерно вашу речь сегодняшнюю. Моя речь, я не знаю, я даже ее, честно говоря, даже в голове так не особо держу, потому что мою речь скажет сегодня прокурор. То есть не поняла. Гособвинение запросило наказание, вы не согласны. О чем будете вы говорить? Не, ну мы с этим-то... А, о чем буду говорить? Да. В принципе, я, наверное, хочу сказать о том, как это дело начиналось и что это дело должно было сегодня представлять из себя. Если бы не вот этот огромный коллектив, ну, добровольцев, вот, людей, которые помогали нам на каждом этапе. Вот постоянно же, ведь очень много людей, особенно сначала, да и сейчас люди помогают. Вот что бы было, если бы дело этого, это дело отдать просто вот так на откуп милиции, его бы не было. Вы понимаете, его бы не было. Это прямая параллель. Ой, Валера, вокруг да около, вокруг да около. Сколько попросите? А, я ничего не буду просить. А кто? Прокурор просит. Прокурор. Я просить не умею, у меня язык не повернется. Ну, хорошо, там 264-я, какая часть? Часть, наверное, будет пятая, так как у нас, скажу, где 2 сентября. До семи? До семи лет. До семи лет. До семи лет. То есть, как вариант, вы не будете говорить о том, что требуете максимальности? Да я вообще ничего не буду требовать. Понятно. Нет, а если прокурорское это оправдать, вы будете... Ну, конечно, я буду возражать. Я буду возражать. Но я думаю, не скажет, потому что все судебное следствие, это у нас именно о другом говорит. Установлена вина этого товарища. Ну, вот мне почему-то показалось, что после вынесения приговора Черкова, это та кондуктор, которая якобы вытолкнула мальчика, причем Валера сам улыбнулся, говорит, что в деле нет ничего, кроме рассказа самого мальчика. А содержится в уголовном приговоре, содержится материал, судья не признал доказательства по опознанию кондуктора, а не признаны им. То есть человек не опознан, суд не принимает этого, но выносит приговор. Внутреннее убеждение. Внутреннее убеждение. Чего? Меня не опознали и меня за это наказали? Я не могу комментировать дело, которым я вообще не знаю. Нет, я просто говорю, у меня есть ощущение, что после вот такого непопулярного, мягко говоря, решения, вынесенного в адрес Черковой, нельзя же уже выносить следом такое же непопулярное. Мне почему-то кажется, что вот здесь как-то суд уже должен уже критически... Учитывая общественное мнение. Я не соглашусь, Лена, почему? Потому что дела абсолютно несопоставимы по степени общественной... Они несопоставимы по степени каких-то там социальных опасностей, они сопоставимы по восприятию, нашему восприятию, по душевному восприятию того, что творят с людьми. Вольно, невольно, законно, незаконно. Вот это здесь как бы одинаковое у всех людей. Я просто высказала мысль, что возможно вот это вот будет, да. И потом мне бы еще хотелось вот разобраться в каком вопросе. Я задаю вопрос такого плана. Вот все знают про аварию, слышали, да, чудовищная авария. Бульдозер сорвался с прицепа, упал на автомобиль Ford Focus, раздавил семью из четырех человек. Это передали, вот сообщение пресс-службы передали все. И только мне одно удалось установить, что, собственно говоря, очень активно, с тех пор мы замалчивали фамилию водителя грузового автомобиля, который транспортировал вот этот сорокатонный бульдозер. Фамилия у него Татосян. Вот. А как вы думаете, почему? Ведь я когда писала материал, мне очень многие сказали, делать этого не надо. Вот как вы думаете, почему? Ну, я думаю. Да. Да тут, наверное, очевидно, чтобы какие-то там силы национальные, националистические не взяли это за основу своих действий. Ну, я не знаю. Вот мне так кажется, что побоялись просто националистических... Значит, в деле... Заострить национальную почву. Значит, в деле Игнатьяна, если бы все было чисто и хорошо, возникла бы ситуация с Татосяном, когда все будем замалчивать. То есть, вы знаете, для меня это лишний раз подчеркивает о том, что все знают, как делось дело Эдуарда Игнатьяна. То есть, вот для меня это лишние доказательства того, что здесь все вот именно так, как большинство из нас об этом и думает. Не все там чисто и хорошо. Конечно, конечно. Когда они ехали, я буду говорить о ней, потому что они ехали, кто ехал на место ДТП, они уже знали, что в этом деле можно заработать. И вот с тех пор у нас возникли проблемы. Понятно. Но в деле Татосяна человек, значит, с 42 года, житель Армении, по-моему, временная регистрация в Нижнем Новгороде. Или в Дзержинске. В Дзержинске, да. В Дзержинске. Вот. Он ничего не заработал. С него, собственно говоря, взять нечего. Выходит, вот эту фамилию замалчивали только потому, чтобы не акцентировать на первой фамилии внимания. То есть идет, вы знаете, уничтожение нас идет, вот на мой взгляд. Я не хочу, я не призываю к каким-то националистическим делам, но вы не молчите и тогда... Они что, отпустили его, что ли? Его отпустили. Его опросили, отпустили. Четыре трупа. Девочка, девочка, ребенок. И установлено нарушение правил ПДД, да? Он въезжал в поворот огромное. В два раза он увеличил скорость. Стоит ограничение там скорости. Бульдозер был цепями там прикручен, все вот это самое. Они провались как нитки. Этот бульдозер просто улетел, как фангер с платформой. И он отпущен, он не под сражение? Нет, он отпущен, все. Он отпущен, он уехал домой. Не знаю. Четыре трупа. Я тоже не могу объяснить. Можно еще один вопрос, Валерию, по поводу все-таки ДТП в октябре? Активное обсуждение в интернете в конце августа, 1 сентября, да, вступили вот эту так называемую погрешность алкотестеров. И вот очень бурно обсуждается, что сейчас могут с Игнатьяном, в общем-то, и убрать, что он трезвый был на самом-то деле. 0,3 промилля, да, у него там было обнаружено? 0,3, да. Одни говорят, а закон обратной силы не имеется. Ну как не имеют? Все, любой закон, который уменьшает ответственность, как бы улучшает положение обвиняемого, он имеет обратную силу. Ну, я думаю, что, конечно, они... Вы не исключаете такое возможности. Да, недаром, ведь, наверное, они и болели. Мы поясним. Защита, да, Игнатьяна не приходила на суд, и было выявлено предположение, что это именно с целью... Как раз затягивания. Да, затягивания, когда вот этот закон вступил в силу, да. Поправка вступала в силу. Думаю, что это позволило им сейчас, наверное, будет уйти на пятую часть. Хотя... Так это получается, подождите, права могут вернуть ему? Ха-ха. Нет, почему права? Какие права? Что у человека осужденного по 264-й, там ведь будет с приговором еще и срок лишения прав дополнительно, что я как думаю... Я думаю так, что дополнительно будут наказания лишат прав, я думаю, года на три, не меньше. И причем это будет вступать после отбытия, вот как у Марины. Давайте итоги опроса подведем, быстро заканчивается время эфира. Итак, как вы думаете, по вашему мнению, каким будет итог, исход дела ДТП в октябре? Приговор по делу ДТП в октябре. 65% за то, что вина будет обоюдная Игнатян и Бронников. 30% все вину в ДТП спишут на погибших. И 5%, только лишь 5% считают, что Эдуард Игнатян будет отвечать. Это ужасная цифра. То, что вы сказали, это ужасно. Это 5% людей, которые верят тому, кому не могут не верить. Ну, они работают на натал. Кому не могут не верить. Допускаю. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо. Заканчивается эфир. Наш гость Валерий Ксевич Рылов. Спасибо и до свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова